Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После 9 утра. Личное утро. Личное утро начинается. И сегодня в нашей студии, да, доброе утро, Анна Смирнова, Олег Пека и нам помогает Евгений Копеин. А сегодня в личном утре мы беседуем с известным латвийским дизайнером Бруно Бирманис. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, конечно, как обычно, мы всегда интересуемся, каким же образом человек выбирает профессию или профессия выбирает человека, как приходит вот это увлечение и в каком возрасте вообще, может быть, вы задумывались о том, чтобы стать, вот именно заняться модой. Ведь это же был, это были еще советские годы и, в принципе, это была, я понимаю, такая очень, может быть, ну, совершенно особая тоже сфера деятельности. Ну, это были очень советские годы, это был совок. Ну, ладно, правда, совок, он, может быть, не совсем. Мне посчастливилось или повезло. Ну, во-первых, по профессии. Я не думаю, что, я думаю, что в любом случае самое удачное в жизни человека, если, скажем так, все складывается так, таким, по принципу домино. Да, когда ты начинаешь чем-то увлекаться, тебе что-то понравилось, и потом это так пошло и посыпалось. Так как я уже в таком, в третьем поколении из творческой семьи, тогда как бы особенно там выбирать не приходилось, то есть вокруг все было так... Располагало к тому, чтобы вас... Но ведь моды-то и не было в Советском Союзе, ну, что купил, то и носил. Ну, почему не было? Мода какая была? Мода была. Что такое мода? Понимаете, это такой вопрос, на который есть несколько сотен ответов. Но мода была, только не в том понятии, как мы ее сейчас видим. Или понимаем, вернее. Ну, да, то есть, как бы, вот так. Ну, вот французский модельер Жан-Поль Гасье не так давно посмотрел его, одно из недавних интервью у Владимира Познера. Он был, и он как раз рассказывал о том, что ему вот это чувство стиля и вкуса привела бабушка. Вот эта красота корсета, которую надевала бабушка, производила на него в детстве такое какое-то невероятное впечатление. Вот в вашей жизни что или кто открыл для вас этот мир профессии? Ну, видите ли, я, ну, вот по принципу доминал, да, я как бы понял достаточно рано, что меня интересуют разные творческие штучки. И первая из штучек, которая меня заинтересовала, это были дизайн по металлу или украшения. Вот, соответственно, я пошел в тогда очень-очень даже престижное училище прикладного искусства. Художник-металист у вас даже был. Да, у меня было написано художник-металист в тепломе, да, там было туго с русским языком. Кстати, если мне память не изменяет, русский язык был в том училище был факультативным, то есть его можно было не посещать. Вот, ну, значит, где-то, наверное, в третьем курсе, ну, естественно, что металлисты дружились с девушками, которые там занимались всякими там делами, которые связаны с одеждой. Таких отделений у нас было штук четыре, кажется, или пять, но это все было так. Значит, мне повезло, что, значит, я попал на выставку «Ингрид Дразнец» и «Марты Красты», где были украшения, совмещенные с костюмом. И там у меня такой открылся полный космос. Эта выставка была в нынешнем, значит, храме, здесь на Бривибес. Там был такой маленький выставочный зал, «Дея Ваус», там было, и, значит... Божье ухо, наверное, да, да, да. И, значит, такое тусовочное место богемное сделали коммунисты там. Так вот, значит, и вот эта вот выставка меня так достаточно сильно перевернула мое понятие. Это было первое, что, значит, я так, когда я начал думать насчет творчества. Естественно, а, ну, были еще какие-то такие мелкие детали, которые так, такие всплески, значит, там. То там одна знакомая попросила, она во французском лицее, значит, училась. Там была первая преподавательница, которая была въезд лектор. Француженка женщина, значит, приехала и, значит, всем старшеклассникам попросила сделать такие курсовые работы по промоду. И вот, значит, это моя подружка, значит, она попросила, слушай, ты не можешь мне помочь там оформить. И вот, значит, мне в руки попали оригинальные фотографии из показа Диора. Вот, ну, то есть, там, это качество и этот подход, и все это меня так, ну, так, очень конкретно дало по мозгам, да. То есть, вот такие вот мелочи, вот всякие, они... Подталкивали, подружали, да? Откуда у этой девушки были эти фотографии? Нет, ну, это вот женщина из Парижа, она привезла, там, целая папка была, всяких материалов и как бы так вот. Ну, поскольку я упомянула Жан-Поле Готье, он как раз еще рассказывал о том, что такой был у него интересный опыт, когда бабушка выпила уксус у него на глазах, желудок в этот момент сжимается, она затягивает корсет для того, чтобы, ну, максимально подчеркнуть красоту талии. И вот эта, наверное, невероятная красота, и в то же время, которая соседствует, ну, с каким-то определенным ужасом, что ли, жертвами ради красоты. Вот вам приходилось сталкиваться вот с такими наглядными примерами жертвы ради красоты? Да, естественно, естественно. Ну, может быть, не такими жесткими, да, но приходилось. Ну, наши бабушки, они как бы в телогрейках гуляли. Корсеты не надели? Ну, если честно, тогда нет, потому что я помню очень хорошо, значит, у моей бабушки был такой белый шкаф, он стоял у нас, значит, на улице Алберта в квартире, такой большой-большой шкаф, и там были, значит, детали костюмов деда, да, и там было. Я, например, научился завязывать бабочку, завязывать бабочку, кажется, 8 лет, не просто галстук, а бабочку. Вот, то есть, там были бабочки, там были всякие, там такие странные всякие элементы одежды, которые у меня, а что это такое, что это такое, то есть. Ну, и сама улица Алберта, наверное, тоже, в которой сейчас считается, да? Ну, да, и тоже, конечно, немаловажное значение, да. Короче говоря, да, у меня были такие, ну, так, быстренько вспоминается только одно. Но, значит, когда мы с Удисом Рути сделали первый показ, большой показ, там показов было до того тоже, ну, такой большой этот балл постбонализма, большой перформанс. Значит, там была такая коллекция мистиков, в которой, значит, я придумал леггинсы, длина которых, ну, то есть, там была такая, длина леггинсов, значит, составляла 4 метра. И для того, чтобы, значит, одевались, они достаточно просто, да, вот снимать их было сложно, к тому же во время показа, это, в общем, и тогда мы придумали такую историю, что, значит, модели, о, их было две всего, значит, специально сделали такой мат, там, ну, такой поклайнич, да, то есть, ковер постелили, коврик. Они ложились на спину, значит, и костюмерши, значит, брали каждая за свою брючину, да, и, значит, и убегали со скоростью. Ага, то есть, это было динамично. Да, но на скорость тогда этих, выглядело так, что девочки просто падают на спину, как такие тараканы, и, значит, и там всякие, вот, то есть, вот такая вот история, может быть, чуть смешно. Но по тем временам это было достаточно авангардно, насколько это, ну, производило в Питере? Это было очень авангардно, это было достаточно авангардно, если, скажем, говорить про того же Жанна Полик Готье, тогда его знаменитый этот бюстгальцер, который для Мадонны, да, ну, могут люди посмотреть на мои коллекции, я, кажется, за год или за полтора до него придумал, к тому же сделал, к тому же у нас ведь никакой информации не было. То есть, вообще, речь о том, что кто-то чего-то, кто-то у кого-то содрал, а часто сдирают вообще. Ну, это происходит, я всегда говорю, скажем, людям, которые ко мне приходят учиться или, скажем, там, познавать что-то, я говорю, что ребята, даже в том случае, естественно, что нас интересовало, когда там, там, в бытность, особенно, там, 90-х или нулевых, нас интересовали, там, журналы, показы, все, я там, жил, когда в Лондоне, в Париже и работал на показах, там, учился, когда. Так вот, мы впитывали в себя, значит, знания, а когда, ну, в любом случае, когда у тебя мозг открыт, да, и ты воспринимаешь, у тебя появляются эмоции, что-то откладывается в подсознание тоже, да, и потом это может выплыть даже нечаянно. Ну, естественно, что существует, я не говорю, там, о злоупотреблении информации, когда просто тупо копируется, да, вот. Ну, какая-то дистанционная солидарность на уровне ощущений, интуиции. Но есть вещи, которые, как красивые идеи, они находятся, там, на каком-то уровне, там, наверху, да, и вот где-то там, значит, несколько товарищей бродят, это как вот, ну, скажем, там, на одной лужайке грибы собираются, да, вот. Как-то так получается, да, потому что даже в том случае, если нет никаких поступлений информации, да, даже в том случае, у меня такое было неоднократно, да, то есть это не в том плане, что я там, оказывается, что у кого-то чего-то было, но вот я вижу, что вот это вот тот же подход, который я использовал, да. Но вы в этот момент что испытываете, кстати, вот? Радость. Радость. Да, радость, потому что, ну, благо, скажем, сходство мышления с достаточно уважаемыми людьми, вот, и во-вторых, когда ты чувствуешь, что твой, как бы, подход, он воспринимается не только там через какую-то нашу местечковую призму, а там в таком более глобальном формате, да, это всё, как бы, такое, обретает, такое, весомость. А вообще этот мир, он, я имею в виду моды, он универсальный или вот в этом местечковость чувствуется, локальность, может быть, давление вот, ну, какого-то менталитета, национальности определяет вот какие-то рамки моды? Ну, и да, и нет. Во-первых, мир моды изменился жутко, да, если посмотреть, там, систему моды, которая была, там, в 60-х, 70-х, 80-х годах, да, тогда это абсолютно, абсолютно несравнимо, а она формировалась достаточно долго, да. Это не сравнить с тем, что происходит сейчас. Ну, это, в принципе, то же самое, что сравнить, скажем, радио, там, в конце 80-х, 90-х, первые радиостанции, или как вы начинали, скажем, да, с тем, что происходит сейчас. То есть 90-е со всей цифрой, да, принесли не просто изменения, да, они фактически перевели на совершенно другой уровень, из-за чего еще и поменялась система. Не всегда в лучшую сторону, да, не всегда, я имею в виду в лучшую, в такую гуманную сторону, да, будет ли это прогресс или не будет, это не нам судить, по крайней мере, не мне. Ну, как вот эти национальные особенности того места, где мы живем, влияют на образы, которые вы создаете? Есть ли это влияние, вот, насколько вы его ощущаете? Национальный орнамент, ну, мне, в силу того, что, скажем, несколько больших проектов, таких очень объемных проектов моих завязаны как раз на национальном, да, то есть я работал, значит, вместе с Миттилом Баштиксом мы разрабатывали идентичность. Да, идентичность. Латвийской олимпийской сборной, да, то есть команды. Да, да, да. И потом, значит, я ее, я был как бы супервайзер по дизайну одежды на нескольких олимпийских играх, это было, значит, в Рио, потом в Пьенгчанге зимние, и вот теперь летние, которые будут в Токио. Значит, то есть там достаточно конкретно имеются отзывы на какой-то наш национальный момент, потому что, ну, это Олимпийские игры, там должен присутствовать этот, вернее, желательно, чтобы присутствовало это вот мышление национальное. Как оно выражается, это уже зависит от каждого художника, самого дизайнера. Это как бы раз. Второе, где, скажем, чего вы вряд ли, ну, еще, может быть, и видели, но не, ну, так, большая общественность, нет, это, значит, я делал дизайн для новой униформы. Там тоже заложен код, да, то есть я за то, что не тупо просто копировать и ставить, как вот это было там в лихие 90-е, там, аусыклы еще, да, это, конечно, было такое, там, значит, или использовать везде, где не лень, сарканбал, сарканалкарвок, да, это такие достаточно, ну... Очевидные символы такие, может быть, нет, или как? Может быть, даже не в том смысле, что они очевидны, ну, американский флаг, он тоже очевидный, вот, но просто есть какие-то, для меня есть вещи, но, может быть, это такое, ну, еще такое ортодоксальное мышление, но, можно сказать, по-русски святыня, да, то есть, ну, вот я, как бы, ну, я очень осторожно отношусь к таким большим, большим, серьезным символам эпическим, вот. А закодировать вещи, это другое дело, да, то есть, вот, коды, это то, что мне нравится, символы, потому что, фактически, тогда человек, он, как бы, чувствует, он видит, чувствует, но не явно, там, не молотком по башке. То есть, для вас это что-то такое сакральное, вот, если говорить о больших символах? Ну, скорее, да, я к ним отношусь, так, скажем, так же, как к церкви, я хоть человек не верующий, но отношусь с почтениями и уважением. Чтобы не оскорбить чувства верующих, да? Даже не в том смысле, чтобы не оскорбить, чтобы, это так через себя больше, понимаете, я не знаю. А скажите, вот как сочетается, вот мы, если заговорили, действительно, о форме, вот, олимпийских спортсменов и, там, полиции, полиции, вот, как сочетается, с одной стороны, какая-то функциональность, удобство одежды и ее эстетическая красота? Вот какой должен быть баланс? Потому что иногда бывает эстетически красиво, но носить неудобно. Или, наоборот, удобно, но это смотрится, как домашняя какая-то пижама? Это достаточно… Не, ну, это, во-первых, это очень важный вопрос, потому что, ну, так или иначе, это форма, а то, что форма особенно… Ну, в случае, например, бобслейная сборная, которым я делал, да, значит, эти костюмы, там вообще однозначно, да, то есть, там от этих миллисекунд зависели их медали, да, то есть, и мы подбирали, когда мы подбирали ткань, хоть мы там никаких аэродинамических трубок тестов производить не смогли, но все равно, значит, опыт подсказывает, что эта ткань будет лучше подходить, чем, скажем, почти такая же самая, которая рядом лежит. Это как бы раз. Вот, значит, то, что касается полиции, там, ну, там вообще я консультировался с экспертами, там, и военными, и, то есть, ну, это очень серьезно, да, потому что, во-первых, ребята проводят, люди проводят на службе, там, это формально, они проводят 8 часов, порой это 12 и больше, да, то есть, в любую погоду, да, там, жара, снег, дождь, ветер и все такое, плюс они должны выглядеть на кого-то, достойно выглядеть, да, потому что это, я прочитал массу документов, просто куча документов, да, то есть, и эти вещи, они очень тесно связаны. А, пропорции нет, да, то есть, тут сказать невозможно, это, это постоянная работа для того, чтобы, значит, не потерять вот эту вот идею, и, с другой стороны, скажите, сделать эту функциональность на максимально высоком уровне, такой рецепты нет. Ну, а специфика и особенность все-таки это материал, если говорить об униформе? Все, материал, это, во-первых, крой, это, во-вторых, да, то есть, дизайн, ну, сейчас, как бы, люди часто путают дизайн и крой, да, но я считаю, что дизайн это фактически тот же крой, да, то есть, и сейчас достаточно, ну, вот, например, новая полицейская форма, да, она специально была создана с так называемой многослойчатой системой, да, когда каждый следующий уровень, он и по своим чисто технологическим показателям продолжает следующий, и функциональным тоже, да, то есть, если, скажем, там есть какие-то там карманы или там нужно там что-то где-то там достать или что, тогда, значит, это проходит через весь костюм, да, через всю униформу, вне зависимости от того, сколько слоев одето на человеке. Ну, вот, есть известный факт, что Хьюго Босс как раз разрабатывал там форму для, ну, нацистской Германии, как раз-таки для того, чтобы выглядели, ну, практически как сверх, ну, сверхлюди, арийцы выглядели как сверхлюди. Подчеркнуть превосходство. А вот для полицейских, вот для полиции здесь ведь тоже, наверное, важно, чтобы эта форма вызывала, ну, какое-то уважение у человека, который видит человека в форме. Ну, значит, во-первых, со времен, когда Хьюго Босс создавал, значит, форму для СС-отрядов, да, прошло достаточно много времени, и полиция, и вообще силовые структуры, они очень сильно изменились. Опять же, да, люди должны уважать полицейских, и уважать не за силу, да, потому что сила, фактически, это такой, ну, инструмент, который может, ну, любой может приобрести там за определенную, там, любая, там, охрана и так далее, и так далее, значит, уважать должны. И поэтому, значит, ну, например, знаменитый слоган американской полиции, да, Protect and Serve, да, то есть помогать и охранять, да, и тут речь идёт не о силе, тут идёт речь о... Защищённости. Защищённости, об уме, об открытости постоять за людей, и люди должны принимать. Ну, почему мы, например, когда мы за границей, значит, ну, вот представьте, да, значит, стоит огромный истукан там с автоматом, да, и там фуражки, и там со всякими военными штучками, да, хочется вам, скажем, там, в том же Лондоне подойти к такому человеку? Нет. Да, 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 доверие, и есть очень интересное, я когда начал работать над полицейскими форумами, значит, я прочитал результаты одного огромнейшего опроса, такого мультинационального, более ста тысяч человек было опрошено, значит, по цветовой гамме, значит, полицейских. Оказывается, что самый нежелаемый цвет – это чёрный. То есть все те полицейские, которые думают, что… потому что он злобный. Чёрный цвет – это злобный цвет. Зловещий. Да, он зловещий, он, скажем так, на втором уровне, значит, это военные все эти камуфляжные дела, ну, благо полицейские, значит. А самый желаемый – это белый и голубой, да, и вот почему, например, мы так любим там французских жандармов или там итальянских карбинеров? Именно поэтому, потому что они белые и голубые. То есть это цвета, которые людям внушают доверие, которые людям нравятся и так далее, и так далее. Концепция полиции как таковой, да, и вот наша полиция сейчас, значит, новый формат полиции, он потихонечку так меняется, да, он не силовой. Конечно, есть отряды специального назначения, это отдельный рассказ и технический, это совершенно такая специфическая история. Там, естественно, они близки к военизированным структурам, но по стандартным полицейским, значит, вот уже такой хьюго-боссовский подход, он не подходит. Сейчас прервемся на несколько минут и потом продолжим, оставайтесь с нами. Микс Ньюс. И еще раз говорим всем доброе утро, утро пятницы. Сегодня в нашей программе личное утро. Латвийский дизайнер Бруно Берманис, вот мы до ухода на рекламу говорили о том, насколько важно было действительно разработать форму, новую форму полиции, для того, чтобы люди испытывали не просто уважение, страх перед полицейским, а испытывали именно доверие, доверие к полиции. Чтобы они как раз не испытывали, наверное, страх полицейским. Вот, может быть, цель какая была. Я, человек, мне кажется, ну, страх – это такое, это очень коротковременное состояние человека. Потому что человек, если ему страшно, тогда он очень страшно, сильно страшно, тогда он просто умирает со страха или же начинает противиться ему. То есть это уходит либо в одну, либо в другую сторону. И тут об уважении фактически никакой речи не идет. Тут идет речь либо о подчинении, тупом и формальном, как правило, либо же, наоборот, неуважении и пренебрежении. И структура, которая в демократическом государстве, ну, как бы предоставляется, не просто право, а обязанность помогать, охранять закон гражданей и негражданей всего общественного строя. Ну, она должна, ну, есть люди, которых мы уважаем. Вот полиция, она должна быть именно такой. Вы сейчас сказали, что страх – это такое кратковременное явление. Интересно, что и мода, ведь она сиюминутна, по сути. Или ей что-то фундаментальное? Вы говорили в одном из интервью, что это действительно вот как бы чувство отчаяния, когда ты понимаешь, что работаешь, работаешь, а затем буквально эта коллекция становится, уходит в нибудь. Да, это этот внутренний конфликт цикличности моды. Это свел с ума не одного дизайнера. И, в общем-то, фактически это одно из таких, ну, как бы обстоятельств, почему я не очень жаждал участвовать и жаждую там создавать там сезонные коллекции и так далее. Потому что, когда ты в этот карусель эту беличью залежаешь, особенно сейчас, когда еще и существует и фаст фэшн, которые просто лупят там по сотне коллекций в год. Там большие бренды типа Zara и H&M, они там по 100 коллекций делают в год. И вот обыкновенные дома, они делают там, ну, условно обыкновенные большие дома, дизайнерские бренды, они делают там по 6, по 8 коллекций в год. И это страшное колесо. И не в зависимости от того, как у тебя продаются, нравится тебе, не нравится, ты находишься в каком-то подвешенном состоянии, неперерывно ты должен, и ты должен забывать, и притупляется все. Но лучше всего, если кому-то это интересно, пусть почитают Рафа Симонса, бывшего дизайнера Диора, что он писал, когда он просто ушел из всего этого дела. И достаточно много таких людей с мозгами уходят, в общем-то, от этого дела всего. Это довольно, это очень неприятное ощущение. Можно ли говорить о том, что мода все-таки действительно как колесо повторяет себя? Можно ли что-то изобрести? Да, цикличность, конечно, цикличность есть, это, опять же, можно сказать, даже есть какие-то разработанные типа алгоритмы, да, через сколько лет там что-то возвращается. Сейчас, может быть, это не так сильно чувствуется, потому что, я говорю, система, вообще система моды, если смотреть с философской точки зрения, она вообще нарушена. То есть, если раньше было, раньше, ну, я говорю, там, прошлый век, да, значит, до 90-х, когда, значит, технологии зашли, начали свой победный, скажем, ход, тогда, значит, дизайнер, производство, продажа, покупатель, вот такая вот, значит, была линейка, цепочка, да. Между, значит, производством и продажей, продажей и покупателем еще существовал очень важный момент – коммуникация, да, то есть, это реклама, это вот эти вот фотографы, которые, значит, там бегали на показы, снимали, потом, значит, страшно ценили людей, там, типа Анны Вентур, которые, там, значит, там сидели, там, в парижских показах, там, на первых рядах и так далее, и так далее. Сейчас коммуникация, фактически, мы вот тут можем, каждый из нас, можем, там, в течение, там, пару дней создать свой профиль и при надлежащем, скажем, там, временном и интеллектуальном, ну, тут это, значит, в кавычках, ресурсе, значит, создать свой, и начинать какую-то свою коммуникацию. То есть, да, и люди, которые, и эта волна, она настолько массивная, да, что человек, который, в общем-то, животное ленивое, ему частенько, значит, хватает, там, посмотреть Инстаграм или, в лучшем случае, там, полистать Пинтерест, да, и он же знает, что, значит, модно, чего не модно, как надо и как не надо, да. И вот эти вот стандарты, они, их, как бы, ну, их так много, что каждый может под себя что-то подобрать, но что самое плохое, думать-то не надо. И длительное отсутствие процесса мышления, оно приводит к такому слову тупость, состоянию. И вот это, я думаю, что это свойственно, естественно, не только моде, вот, но мода, она достаточно тупая стала, да, и неперерывная необходимость удивить, а удивить на таком пространстве, в общем-то, достаточно уже церковом, но оно порой приводит к таким парадоксам, которые вообще, там, почему и зачем, да. Ну, это ведь как «Быть, а не казаться», может быть, сразу вспоминается клип Ленинграда на Лабутенах, не знаю, смотрели ли вы, там, как раз девушка, пытаясь подчеркнуть свою интеллектуальную значимость, она говорит, что рисует обычно в постельных тонах. Ну, вот, на ваш взгляд, это вот такая вот подделка, что ли, «Быть, а не казаться», это сейчас вот действительно то, что так распространено в обществе? Ну, я хотел бы, хотел бы, или вернее, пожелал бы, чтобы это только такой промежуточный этап, да, потому что если это продолжится, если это будет развиваться, и этот мыслительный процесс и процесс, скажем, какого-то созидания, он уйдёт в небытьё, то это, конечно, очень плохо. Как? Да. Если, как бы, сигналы того, что это просто такой промежуточный процесс, но я всегда смотрю в таких контекстах, поскольку я работаю не только в моде, да, я смотрю, скажем, в контекст, но с той же музыкой, да. Да. Ведь было время, одно время, когда, скажем, музыка тоже практически рухнула, но сейчас возвращаются живые, вывернулись фактически живые концерты, как такая достаточно весомая часть индустрии, то есть коммуникация непосредственно творческой личности с аудиторией очень важна стала. И я считаю, что и какие-то перемены будут в этой индустрии моды тоже, да. Тем более, что в отличие, например, от музыки, это ещё одна из самых загрязняющих индустрий вообще, которую наша культура гуманная создала. Как вы относитесь к подделкам брендов? Не очень хорошо, не очень хорошо, вернее, даже так плохо. Это тоже история бытия, не казаться, то есть? Ну, понимаете, подделка, что такое бренд, да. Бренд – это какое-то, не какое-то, это очень конкретно, если это бренд. Если это не просто раскрутка, да, что в наше время путают очень часто раскрутку и бренд. Если вы покупаете, там, Шанель, Диор, не знаю, там, ну, тот же Лабутен, вы покупаете не просто имя, вы покупаете, как кажется многим, вы покупаете ещё определённый уровень качества продукта, за который вы платите. Там все знают, что там Луи Вуэтон, там это будет, или там Прада, это будет, ребята, качественно. И тогда, если вы посмотрите, тогда это вложение, оно не только выгодное с точки зрения эмоциональной, но ещё и рациональное. Если это просто раскрутка, и если это просто, ну, я извиняюсь, хорошо упакованное дерьмо, да, тогда, естественно, что это не бренд, да, в моём понимании. Такое, ради Бога, подделывайте, да, но когда подделывают продукт, который создавался многими десятилетиями, ну, я очень отрицательный к этому. Но всем ли нужен оригинал? Ведь некоторые люди, если даже провести параллель с искусством, от репродукции получают тоже колоссальное удовольствие. Ну, это, опять же, это внутреннее состояние. Я думаю, что тут, ну, как сказать, у меня есть, например, дома, там, не знаю, пара оригиналов, парочки интересных художников, или, скажем так, ну, там не очень какие-то... Но для меня, скажем, эта история, которая связана с этой вещью, она не менее важна, чем там... Ну, стоимость для меня вообще не имеет никакого значения, да. Да. То есть, а вот какой-то вот... Ассоциации. Да, эти эмоции, которые связаны, это... Это еще такая, ну, добавленная... К тому, что, скажем, там, этот предмет теоретически может стоить. Кино, оно продолжает оставаться каким-то двигателем моды, когда подражали раньше кинозвездам, и практически вот, ну, там, живанши, который одевал там Одри Хэбберн, и копировали все эти платья. Я думаю, что Инстаграм сейчас намного больше. И Кардашин, я думаю, что перебила там Одри Хэбберн... Ну, по подписчикам уж точно. Да, по подписчикам уж точно. Я думаю, что... Естественно, что кино, оно... Ну, сейчас, тем более, что кино тоже меняется, недаром там, там, на Оскаре, там, насколько я знаю, там, какие-то фильмы от Нетфликса тоже уже начинают появляться, да. И вообще, вот, вся эта вот индустрия, она тоже меняется, но... Ну, фактически, кино от такого интеллектуального развлечения, оно стало, вернее, превращается в такую, как бы, такие живые картинки или книги, которые не нужно читать, да. Бывают хорошие книги, бывают не такие хорошие книги. Ну, по крайней мере, того влияния, которое было, там, ну, скажем, вот, хороший самый, наверное, самый такой иконический пример, действительно, Одри Хэбберн. Такого больше нет, потому что таких носителей, носителей стиля, и, с одной стороны, носителей, с другой стороны, потребителей нет. Естественно, что кино создается очень талантливыми, ну, я не знаю, там, Весс Андерсон, например, да, он сразу же моментально создается какое-то такое общее впечатление, там, от его картин, там, есть еще, там, ну, там, несколько фильмов Тарантино, там, еще кое-что. Сейчас однажды в Голливуде говорят, что Верн возвращает моду, вот, на конец 60-х, носите гавайские рубашки. Ну, это, знаете, я считаю, что это, опять же, там, 90-е, 70-е, 80-е, нулевые, это, это очень все условно, да. Есть какая-то, какая-то часть, вот, благо, то, что мне нравится, это мне нравится, то, что появилась фантастическая демократичность, да, то есть, можешь, в принципе, можешь не заботиться ни о чем, в любом случае, если там, главное, одежда должна быть чистая, да, все остальное, это, это все очень условно. Либо же, осознательно грязная, там, или испачканная, не знаю, там, осознанно, вот, так что, там, я не очень думаю, что, там, какой-то, да, какая-то прослойка начнет заниматься, там, этим, да, там, может быть, не знаю. Ну, можно вспомнить Стива Джобса и его 20 штук водолазок, одних и тех же, да. У меня тоже водолазка. Я считал, что тратить время на выбор гардероба, это тратить время зря, а лучше. Я думаю, что это, кстати, не только Стив Джобс, потому что Стив Джобс, ну, он, да, он достаточно яркий пример того, но там тот же, там, этот, Цукерберг Марк, и, ну, посмотрите на, там, владельца Теслы или, скажем, Амазона, там достаточно такие ребята стильные и модные, да. Как бы, я полагаю, что это очень индивидуально и что для них действительно, ну, вообще, я думаю, что для человека интеллектуально зрелого одежда, она, это просто один из инструментов. Я всегда, вот, как ни странно, люди думают, что функциональность – это первичное, первичный смысл одежды. Могу сказать, точно нет. Еще, там, чуть ли не с каменного века, все-таки первичное, базовое, конечно, это функциональность, там, если холодно, нужно завернуться там во что-то или накрыться, если дождь, но основное все-таки это коммуникация. Это те сигналы, которые мы посредством одежды посылаем о себе, про себя и про то, где мы находимся тем людям. Это первичное однозначно, да, то есть это вот семиотика одежды – это первичное. А что должен тогда носить, ну, что должно быть в гардеробе, скажем, человека, который хотел бы дать сигнал, что он, ну, успешный, деловой, вот что должно быть в его гардеробе? Вы понимаете, если человек успешный и деловой, он живет, наверное, не в Зилупе, может, и там есть успешные деловые люди, но я думаю, что их там очень мало, вот, но там, очевидно, он живет в каком-то мегаполисе или там, скажем, работает с мегаполисами. То есть там есть какие-то условные стандарты поведения, стандарты того, как ты одеваешься, и хотя говорят, что по одежке там не встречают, наоборот, встречают, как раз по одежке и встречают. По латыше есть несколько твир, но цепорс, вот как раз поэтому, ну, там, и смотрят, да, и там финансисты смотрят там на часы и на авторучки, и еще политики там смотрят на галстуки и запонки, там, не знаю, кто-то еще. Военные смотрят на количество там разных блестящих штучек и всяких этих фаловых символов, которые они на себя нацепляют, да. То есть у всех есть свои такие ярлыки, маркеры. Они смотрят на длину фаты и количество гюпюра, которые, скажем, развиваются. Хотя, вот тут очень странно, что невестные, они ведь тоже не все одинаковые. И я этому посвятил одну коллекцию свою, как раз вот разным этим невестам, поэтому я так. Ну, вот интересно, вы сказали о стандартах, как о вызовах, может быть, даже современного общества и вот стремление к совершенству. На ваш взгляд, насколько оно сегодня обманчиво и остро вообще? Потому что если мы возьмем, опять же, тот же Инстаграм, с одной стороны, это такая фиксация реальности практически ежедневная. С другой стороны, кажется, что иногда нет ничего более лживого, чем какой-то отдельно взятый Инстаграм. Только кажется. Ну, я так мягко, предполагаю. Не надо мягко. Ну, во-первых, я думаю, что мне там, скажем, там, со своей колокольни судить не очень-то. Ну, что я могу судить там о том, как, там, что думает там молодое поколение. Да, я, честно говоря, ими удивляюсь. Порой, значит, ворчу, что там в наше время трава была зеленее и вода более влажная. Но, то есть, мышление совершенно другое. Это раз. Ценности достаточно отличные, другие. Ну, и поведение, соответственно. Но мне кажется, что стремление... То, что не нужно стремиться, мне кажется, человеку просто к какому-то мифическому идеалу. И вот это хорошо, да, если, там, какая-то часть общества это понимает. И если человек, он не относится пренебрежительно там к себе, да. Это ведь не значит, что он там, если он там пришел, там, просто там в футболке, тогда он там пренебрежительно относится. Нет, просто он игнорирует те стандарты, которые там находятся там вокруг него. Но, и не потому, что он там, и ведь тот же Стив Джобс или там еще кто-то, они, эти ребята, они ведь не одевали футболки, потому что показать, вот какие вы там дебилы там выходят себе в галстучках. Да, свое какое-то пренебрежительное отношение. Типа, я там могу себе позволить, да. С другой стороны, и, кстати, тот же Цукерберг, например, когда он приходил в Сенат, он пришел аккуратненько в костюме при галстуке, да. То есть, существует там, и когда ребята едут получать Нобелевские премии, да, то есть, они тоже, да, там есть стандарт, который уважают. То есть, это очень зависит от этого уровня, кто и каким образом этот стандарт устанавливает. Я специально ходил смотреть на Венскую оперу, не Венскую оперу, а людей, которые выходят из Венской оперы. И там очень интересно, когда... Какая педенция, да, интересная. Что первыми выходят люди во фраках, в смокингах, там, вечерние, а потом уже валит галерка. И вот это вот такое наслоение, как торта, да, то есть, там уже совершенно другое отношение, другая одежда, там и джинсы можно, а галерка, а портер и ложи, они все идут. Сегодня люди становятся заложниками этого стремления к совершенству, может быть, и лживого стремления к совершенству. Ну, я думаю, что в какой-то мере да, но это не стремление. Это, видите, стремиться, это значит себя усовершенствовать, да, и, во-первых, уже внутренне. Внешнее усовершенствование и очень часто покупное, ну, это такая фальшь, да. Как я всегда говорю, ну, что же это за искусство, там, типа, отключите электричество, и все это искусство, оно пропадет. Вот. Грубо, но честно. Ну, как-то так, я, да. А к дресс-коду как вы относитесь? Вот вы говорили о том, что действительно нужно приехать на Нобелевскую премию, там, или в Сенат прийти, а если на работу требует определенного? В зависимости от того, что это за дресс-код, и в зависимости от того, кому он применяется и каким образом. Например, я не считаю, что дресс-код женщинам ходить, там, на высоких каблуках, например, в Японии, это очень традиционно, да. Я считаю, что это ущемление права женщин. К тому же, это достаточно физически сложное, да, потому что, там, 8, 9, 10 часов провести на высоких каблуках, не каждая это сможет. Ну, когда устанавливают критерии, условно, длины, юбки, или... Если это какой-то, скажем, ну, там, прием, там, соответственно, на достаточно уважаемом уровне, там, или премьера, там, в театре, ну, мы ведь создаем сами для себя, и мы подаем этот посыл не только внаружи, но и себе самим, да, то есть мы создаем себе праздник. Почему люди, там, когда они, там, женятся, выходят замуж, почему они хотят, вот, одежду, почему? Потому что это ведь не только, там, для гостей, это для себя, почему женщины так относятся к этим свадебным классам, трепетно, да. Это ведь создание, создание атмосферы для себя, поэтому эти дресс-коды, это тоже такая штучка, в общем... Индивидуальная? Да, в отношении самих дресс-кодов индивидуальная. Ну, кстати, есть ведь женщины, которые предпочитают расписываться в джинсах, условно, да, то есть не, ну, не делая акцент на символе белого платья. Нет, они тебя ничему не лишают, потому что это для них достаточно комфортно. Когда я как раз вот делал коллекцию на тему женских свадебных нарядов, я даже не буду говорить платьев, меня на это сподвигнуло то, что, например, в Америке есть два магазина, больших два магазина, ну, не больших два, где, значит, продают, шьют, создают одежду для панков свадебную, да, то есть там панки – это не ребята, которые там вечером вышли на Домскую площадь или там по старушке-то погулять, да, это панки – ребята по убеждению, да, и даже такие серьезные, да. Вот, то есть, и они там не будут переодеваться в гюпюр в смысле том, когда они там женятся или выходят замуж, вот, соответственно, для них тоже нужна одежда, они тоже ходят туда. И вот это меня как бы так подвинуло вот в этом направлении, поэтому у меня даже тюремная свадебная, ну, потому что порой получается, что замужество или женитьба, это, в общем-то, это большая, большая, огромная тюрьма. Может быть, там она отдекорирована, красивая и все, ну, в общем-то, это порой так получается. Такая клетка. Клетка, да. Ну, клетка – тюрьма, клетка – это, в общем-то, назвать можно по-разному. Суть-то одна. Ну, а дизайнер должен следовать все-таки тенденциям, вот, модным тенденциям, быть в этой, своего рода, опять же, клетке, может быть, тюрьмой? Я считаю, что, знаете, я говорю всегда так, что мода – это то, что те сплетни, которые мы одеваем на себя, и если ты дизайнер, тогда ты должен эти сплетни провоцировать, говоря на медийном языке, да, а не просто их повторять и коммуницировать, переносить дальше. Если ты просто, как афишный столбик, который ты, значит, там… Поэтому тенденции нужно создавать, дизайнер, он должен создавать тенденции, а не ими следовать. Следовать там уже или не следовать – это уже вопрос, там, потребителей, стилистов и всякой там, значит, народа, который идет за дизайнером. Если это дизайнер, если он не дизайнер, тогда, конечно. Прекрасное, мне кажется, завершение сегодняшней беседы. Бруно Бирманец – латвийский дизайнер, создатель одежды, костюмов и для полиции, и для олимпийской сборной. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Спасибо.